Пламя в воплощении всех сугат, природе трёх драгоценностей, я и все существа шести миров принимаем прибежище вплоть до достижения просветления. Порождая Батхичиту и исполнение цели всех существ, я достигну состояния Учителя Будды, каждого укращающего соответствующими деяниями, и обязуюсь освобождать всех существ. 19 апреля 2024 года в Москве в центре Шанти стартовал буддийский молитвенный фестиваль Нинма Манлам. Это мероприятие проводится на регулярной основе по инициативе буддийского центра Еше Карло и открыто для всех, кто интересуется изучением и практикой буддизма. Это уже пятый Нинма Манлам в Москве на русском языке. Первый прошёл в 2020 году здесь, в Шанти. Затем пришлось, к сожалению, перейти в онлайн-режим из-за пандемии. Но вот с прошлого года вновь мы здесь собираемся, к большому счастью. Каждый год мы проводим трёхдневную практику, в течение которой мы зачитываем молитвы в традиции школы Нинма, аналогично тому, как это происходит на большом Нинма Манламе в Индии, в Бадгай. То есть мы составили свой сборник на основе оригинального сборника Леонидова Манлама, и почти все, большая часть молитв, входит туда. Ну, отличительной особенностью нашего Манлама является то, что мы читаем все молитвы именно на русском языке. Предбессмертным телом мудрости, сущностью всех победоносных, с верой всегда простираемся, исполненное искреннего устремления. Тело, богатство, собрание благих заслуг трёх времён в виде облаков подношений Саманта Бадры подносим. Во всех недобродетелях, падениях, накопленных в безначальных времён, признаёмся и раскаиваемся. Всем совершённым качеством победоносных и их сыновей, единственному владыке, освобождающему своим примером защитнику, от всего сердца радуемся и с верой молимся. Призываем пролить великий дождь глубокой и обширной дхармы. Будда говорит полностью очисть свой собственный ум, не совершай зла. Это и есть учение Будды. То есть это учение мы получаем, когда мы принимаем прибежище, и обычно в карточке прибежища моего учителя написана именно эта фраза Будды. И чаще всего это первое учение, которое мы получаем. И я стараюсь действовать в этом контексте. И когда мы практикуем Монлам, конечно, мы присоединяемся к великому устремлению учителей прошлого. И там есть молитвы учителей более современных и совсем древних. И, конечно, эти возвышенные, просветлённые существа достигли высоких уровней осознавания. И слова, которые они произносят, они направляют наш собственный ум. Собрав всё благое, своё и других, до тех пор, пока океан мира существ пребывает, защитник, пусть будем следовать твоему освобождающему примеру. Посвящаем заслуги спасения всех существ, наполняющих пространство. Для меня понимание Монлама – это связь с огромным корпусом учений, которые в сжатой форме изложены и тем самым уже проговорены огромным количеством просветлённых существ, пробуждённых, и те, которые находятся на пути ботисаттвами и другими. В этом огромная сила. Потому что связь идёт именно через то, что это уже активировано, и в нашей жизни мы начинаем соответствующим образом тоже активировать те устремления, которые выражены в этих Монламах. Даже если мы ещё не получали полноценных учений, у нас интуитивно пробуждается знание. Интуитивно по вот этим вот отпечаткам, по этим раз за разом прочитываемым фразам в нас возникает знание, оно как бы подгружается в нашу систему, в момент произнесения. И постепенно притягивается это знание. Учителя появляются, которые потом дают комментарий на это и так далее. Пусть все существа силы этого драгоценного собрания добродетелей никогда не разлучатся со святой Дхармой, полностью исполнив два блага, своё и других, подобно барабанному бою, звучание Дхармы да украсят Вселенную. Да приумножатся учения, источник счастья и блага, пусть во всех рождениях будем практиковать Дхарму, да повсеместно распространится и расцветает благо, пусть все существа до единого станут Буддами, пусть этот метод Дхармы, подобно Солнцу и Луне, славно звучит в пространстве всех направлений, пусть полностью распустится лотос знаний, пусть учение Будды распространится и будет процветать. Трудно, конечно, в двух словах сказать о пользе Ман-Лама, поскольку она очень обширна, многосторонняя. С одной стороны, это польза как и для отдельных практикующих, так и для санхи, то есть общины буддистов Москвы и России в целом. И в целом это польза для места, для города, для страны, для людей, поскольку чтение этих молитв собранием практикующих, оно, конечно, несет в себе большое благословение. И что касается пользы, которые приносят чтение молитв и устремления для каждого из нас, это то, что называется накопление заслуг и накопление мудрости, то есть это составляющая буддистского пути, поскольку во время молитв мы вспоминаем и произносим, озвучиваем то намерение, с которым мы идем по пути, то есть чего мы хотим достичь, пробуждение, каковы его качества, с каким намерением мы это делаем, то есть только ли ради себя или же все-таки ради всех существ, то есть мы напоминаем себе об этом. Таким образом, мы не просто накапливаем заслуги, а чтение подобных молитв, оно сильно влияет на всю нашу остальную практику, поскольку ключевой момент практики – это, конечно же, намерение. Ну и что касается аспекта мудрости, то многие Ман-Ламы, они также содержат ключевые моменты учения, особенности, вот что касается Нигма Ман-Лама, то многие молитвы, они относятся к разделу тантры, к разделу цакчен, и в них заложен очень сущностный, очень глубокий смысл, поэтому, зачитывая их, конечно же, мы напоминаем себе о глубоком смысле учения. В продолжении всех жизней, где бы я ни родился, да обрету я семь качеств рождения в высших сферах, да встречусь я с учением Будды сразу после рождения, и буду иметь свободу практиковать Дхарму должным образом, но буду я радовать святых учителей и практиковать учения в день и ночь, понимая Дхарму и практикую ее глубинную суть. Да пересеку в этой жизни океан сансары, в сансаре, да буду я объяснять величайшее священное учение, да не испытаю усталости и разочарования в исполнении блага для других. Усилиями моего безграничного и беспристрастного служения другим все как один додостигнут состояния Будды. Нинма Манлам в Москве проходит в течение трех дней. С утра до вечера все желающие могут посвятить себя духовной практике в русле самой древней линии тибетского буддизма. Подобные молитвенные собрания проводились в Индии со времен Будды, а затем они стали распространены в Тибете. Сейчас силами московских буддистов эта традиция укореняется на российской земле, что безусловно принесет пользу многим людям в обретении гармонии, мира и счастья.